Здравствуйте, друзья! Сегодня нам согласился дать интервью Гуар, который совсем недавно прошел грантовую программу в Норвегии и готов поделиться своей историей. Меня зовут Гуар, мне 26 лет. Будучи студентом Северо-Российского государственного университета в 2016 году, учился я на социологическом факультете. Я подал документы на программу по соглашению между Министерством образования Королевства Норвегии и Российской Федерации. Подал все документы своими силами и собрал их. После чего был срок ожидания, то есть подал я их в марте. Результаты пришли в начале июня. На почте, открыв сообщение, увидел, что я прошел эту программу. Естественно, я был этому рад, потому что у меня интерес к скандинавским странам был всегда, а до этого момента выездов за границу не было никаких абсолютно. И вот, когда мы оформили визы, полетели в Москву, уже были в посольстве Норвегии и так далее. Это был довольно быстрый процесс визы. Визы учебные выдают очень быстро, это заняло буквально три дня. После подачи документов через день мы уже вернулись в Мавадико в Красном Познании, сказали, что наши визы одобрены. То есть особо и процесса-то не было. 11 августа, после непосредственного одобрения виз, мы уже взяли билеты. Нас проинформировали то, что по прилету в Норвегию, ну, наша виза всего была с августа по сентябрь, где-то по 9 сентября, кажется. И нам нужно было пойти в миграционную службу, чтобы оформить уже вид на жительство, поскольку изначально брали на семестр, то есть полгода. Но по нашей личной просьбе, с моим другом нас взяли как бы на год. То есть у нас было два семестра в общей сложности, это полгода. И давали нам вид на жительство тоже на длительность годовую. По прилету в Норвегию, честно говоря, я был немножко удивлен, потому что там было, во-первых, намного теплее, чем у людей бывают обычно какие-то стереотипы, показатели этой страны и так далее. Именно поступил я в Бергенский университет, то есть город Бергену второй по численности в Норвегии, это прибрежный город, очень много плюсов было. Ты всегда можешь есть свежую рыбу, ты всегда можешь есть креветок и любые другие морепродукты, какие ты только хочешь, на ежедневной основе причем. Сам город мне понравился изначально, причем понравился даже очень, потому что там была некая такая смесь, то есть ты ходишь, ты видишь северо-германскую архитектуру и в то же время ты видишь вот эти следы глобализации. Старбакс, Макдональдс и так далее. Все это в таком интересном симбиозе находится и какая-то своеобразная эклектика в этом тоже есть. Спасибо, Гуар. А расскажи тогда немножечко поподробнее о своем именно обучении, о своей программе. Ну, в принципе, мы обучались на английском языке. Студенты, которые не знают норвежского языка, студенты, приезжающие в Норвегию, знающие норвежский язык, это буквально единицы и то, которые уже поступают на бакалаврят, то есть это не программы, не какие-то программы стипендиальные, обменные и так далее. То есть те, которые обучаются на английском языке, они еще, как правило, бывают магистрантами. То есть окончив университет в своей стране вне зависимости, будь это страна Европейского союза, Соединенные Штаты, там Великобритания или Российская Федерация, то есть они могут поступить как магистранты в норвежский университет и, более того, бесплатно, но не считая каких-то нюансов на проживание и прочих вещей. Учебный процесс проходит довольно легко. Вообще их система обучения отличается, можно начать даже с посещаемости. За тобой не следят, тебе не звонят домой, тебя не отмечают. То есть если ты сдаешь экзамены нормально, значит все, ты прошел, тебе в итоге дадут диплом, ты все сдал, ты молодец. То есть такой напряженки какой-то, которую люди испытывают, обучаясь на территории Сан-Ге, у них нет. Вообще у них очень, они на релаксе находятся. А какие условия проживания? Прекрасные. Это было общежитие, где жили студенты, где все жили как бы вместе, там были норвежцы, там были студенты из европейских стран, студенты из неевропейских стран. Это какой-то мультикультуральный интерес к насилам этого все. Условия были прекрасные, то есть тебя никто ничего не ворует. Опять же, некоторые проблемы, которые люди испытывают в СНГ, Норвегия лишена. Конечно, какие-то небольшие эксцессы были, потому что, опять же, вы люди из разных каких-то культурных слоев, из разных стран, у вас есть какие-то не то, что разногласия, вы просто где-то другое можете недопонимать. Скажи, с какими-то сложностями в самообучении ты столкнулся? Абсолютно нет. Более того, я бы, наверное, сказал, что оно где-то даже гиперлегкое. Ну, например, я выбрал, как любитель философии, я выбрал направление гуманитарное, это была, естественно, философия. Они в течение одного семестра проходили Аристотеля, то есть у них не было больше никаких тем. Античная философия и все, что это проходило на этих парах, касалось Аристотеля и его трактатов. Все. Больше ничего. То есть вы пишете по одной и той же теме, ну, под немного разными углами, написываете одно и то же. Вот все-таки ждут ли какие-то подводные камни тех студентов, которые хотят эмигрировать именно по обучению в Норвегии? Ну, смотрите, если вы едете туда по программе, как я, грантовой, то, как бы, проблем с деньгами у вас не будет. Вам будет выплачиваться стипендия, я, скорее всего, еще должен был об этом ранее сказать. Ну, нам ее платили в размере 10 тысяч крон. Я, честно говоря, не знаю, какой сейчас курс относительно кроны, там, рубля, ну, тогда это было около тысячи евро. В первый месяц вам дают полторы тысячи евро, тогда это было 15 тысяч крон с копейками. И нам этого вполне себе хватало. Не скажу, что ты можешь там шиковать на эти деньги, но ты не особо-то в чем-то нуждаешься. А насчет студентов, тем более из СНГ, по нынешним условиям, если ты хочешь поступать в магистратуру или куда-то, тебе нужно 800 тысяч рублей, 800 с чем-то тысяч рублей. То есть ты должен, ты платишь не за обучение. Сумма, это не стоящая сумма. Да, это один год. То есть ты платишь не за обучение, ты просто, по сути, даешь их миграционной службе, как бы, ну, ты их убеждаешь этой суммой в том, что ты не будешь бомжевать, что ты не станешь, как бы, обузой вот на этой социальной системе. А Норвегия – это социальная страна. Расскажи, пожалуйста, немного о культурных ценностях в Норвегии и о том, как коренные жители относятся к мигрирующим. Ну, отношения вполне себе нормальные у них, как бы, Норвегия вообще страна, где все максимально пытаются друг другу не мешать, не оскорблять друг друга, не задевать друг друга, никак не проявлять агрессию в той или иной форме, будет какое-то физическое проявление или же просто вербальное. В Норвегии вообще с этим очень жестко, потому что там даже элементарно за какие-то простые оскорбления тебя могут оштрафовать, или, как бы, записать как злостного нарушителя порядка – это правда. Они следят за этим, потому что на моих глазах несколько раз, ну, подпитые ребята, которые забрали у там, у попрошайки эмигранта шляпу, в которой он собирал деньги, то есть их арестовали за это. И довольно-таки в порицательной форме это все было, учитывая, что им говорили представители закона. А культурная жизнь в Норвегии, ну, как и у любой другой сцены, это какое-то время… То есть как люди проводят досуг, это, естественно, концерты, это какие-то праздники… А вот расскажи, кстати, о каком-нибудь самом масштабном празднике, на котором вот ты участвовал, который тебе запомнилось больше всего? Ну, наверное, чтобы всем как-то было это ближе, это Рождество – это, как бы, генерализующий праздник для всех народов. И в Норвегии есть праздники, у них все были, там, германский, там, Юль и так далее, предрождественский, построждественский и так далее. У них это проходит, можно сказать, как в фильмах. Бывают вот эти вот зимние ярмарки, эти украшенные торговые центры, и там это все выглядит намного убедительнее, и намного, можно сказать, глубже и теплее. То есть у них это довольно семейное такое время. Тогда норвежцы, как раз таки, всю вот эту свою политкорректность, терпимость и так далее проявляют. И тогда бывает хорошо видный этот достаток. Расскажи, пожалуйста, может у тебя есть какая-то забавная история, которая вот была, типа, в Норвегии? Может быть какие-то прям запоминающиеся моменты, которые вот ты отложил у себя в памяти? У нас, у нас был сосед мексиканец. Он был из Америки, реально. И мой друг, когда он ехал в Испанию, а я ехал в Россию, там, после Рождества, провести здесь там какое-то иное время, мы попросили, мы хотели вещи моего друга оставить у этого мексиканца, потому что через какое-то время он должен был вернуться, забрать их, поехать тоже в Россию. И у него началась паника, истерика и так далее. То есть он говорит, у вас наркотики, оружие там, что-то такое и так далее. И поэтому он не согласился. Это, опять же, это, наверное, показывало огромную разницу. После этого мы попросили нашего норвежского друга, он даже не проверил, что там было, и отвёз сам к себе в тригород это всё, в дом. Это, наверное, показывает вот эту ментальную какую-то бездну между народами, их отношения вообще ко всему и к социальным кругам, в которых они вращаются. Можешь ли ты поделиться с нами какими-то своими дальнейшими планами, целями на будущее? Ты, я знаю, посетил довольно много стран, можешь тоже о них немножечко рассказать. И пытаешься ты или хочешь вернуться назад в Норвегию, пройтись до конца свой путь иммиграционный, или же всё-таки тебя интересует уже какая-то другая иная страна? Не, Норвегия, признаться честно, Норвегия меня интересует как страна для перманентного, как бы для того, чтобы там пустить корни, потому что она, по сути, прекрасная. Я недолгое время жил в Восточной Германии, я проезжал мимо других стран, таких как Голландия, Дания, к сожалению, Румыния и так далее. Но, естественно, так комфортно, как в Норвегии, я себя не чувствовал нигде. Это касается и культуры, это касается и самого уклада жизни, это касается вообще-то всего, вплоть до архитектуры. То есть, ну, когда ты приезжаешь, ты думаешь, что это моё место. Это был тот самый случай. Какие у тебя дальнейшие планы на жизнь? Пока ты снова езд на Восетии, да? Да. Что ты планируешь? При первой же возможности переехать обратно в Скандинавию. Я уже думаю об этом постепенно. А какой у тебя будет следующий иммиграционный путь? Это будет также обучение или уже может быть рабочая виза? Я подумал относительно поступления в магистратуру для дальнейшего получения образования в Норвегии. Но если, как говорится, карта ляжет, то, конечно, было бы неплохо получить рабочую визу. Потому что рабочая виза немножко больше даёт тебе возможностей. Потому что будучи студентом, не у всех студентов есть разрешение на работу. Это, конечно, тоже решается визовом в их консульстве. То есть, какой тебе дадут там номерок там или... Сколько часов положено студенту на работу? Ну вот, допустим, в США, в Канаде примерно около 20 часов в неделю. У моего знакомого было примерно 10 часов или того. И то он мог какую-то взять такую работу, периодическую. Не было такого, чтобы он пошёл в университет, потом пошёл на смену. То есть, он был тоже из другой страны. И для него, естественно, это время тоже было ограничено. А вот скажи, есть же возможность смены статуса в Норвегии? Есть возможность смены статуса, есть так и есть. Точно также возможность натурализоваться там, но это довольно... Если всё-таки студент найдёт работодателя, да, и сменит свой статус? Более того, студент может пролонгировать свою визу просто элементарно после программы, поступив в ту же магистратуру, аспиратуру, либо я продолжил своё обучение. Это не так на самом деле трудно, тем более, если имеются какие-то средства или какие-то выдающиеся способности, чтобы Норвегия сама как-то синициировала твоё пребывание там дальнейшее. Спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. И я всегда в конце спрашиваю основной важный вопрос, да, какой бы ты совет дал людям, которые вот хотят манулировать в Норвегию, да? К чему стоит готовиться, да, и что можно ожидать. Ну, наверное, некоторые люди переживают за климат. Но я бы хотел сказать, что, по крайней мере, в округе Хордалант на самом деле зима намного теплее и суше, чем у нас, к примеру, в Осетии, или в Москве, или где бы то ни было в России. Поэтому… Ну, я думаю, климат – это самый меньший, что может останавливать людей, которые хотят переехать. Ну, я на самом деле из-за этого, но я бы хотел сказать, что, скорее всего, нужно немножко стереотипа отпустить. Ну, что там еще тут? Ну, опять же, о той же погоде, о суровости норвежцев, там, о том, что страна очень неприветливая, хотя Астана – это одна из самых… одними из самых приветливых людей, которых ты можешь не только в Европе встретить, но и вообще. Причем на всех уровнях. Это достаточно развитая страна с экономическим уровнем, да? Да. И знаю, что средняя заработная плата достаточно высокая в Норвегии, да? А… Я мог бы привести в пример моего знакомого Чикословака, моего бывшего соседа, который, будучи медбратом, находясь на практике, просто на практике в больнице Норвегии, получал около 2000 евро. Отлично. Ну что, друзья, у вас есть все шансы на эмиграцию, и мы вам обязательно с этим поможем. А тебе еще раз большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok